Подзаебала эта тема, но попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Я вырос, где-то, с уголовниками, с реальными, которые были синие. Не то, что там у тебя сейчас наколочка, я просто у них вот так вот отсюда, досюда, а они в синие. Говорят, мы уже приплыли в Моровинг. Нас выпустят, это точно. Блядь, я заплакал. Вам нужно зарегистрироваться, прежде чем вас официально завыводят. Выбирайте сами, что указать в бумагах. Я неправильно заполнил декларацию, скажу честно. А документы процессировались в 26-м, а я вышел в первую. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Никакие деньги тут ничего не решат. Что это за пиздец такое? Ну как это может быть в 21-м году? Дальше вы не пройдете. Выродок-то откуда-то такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Что люди предпочитают тысячу километров пешком идти, чем 38 на машине доехать, да? У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны, я не хочу с ними разговаривать. Очевидно, что армия в моменте. Ну просто потому, что им есть что защищать. Я уважаю, что они делают, но как бы я не понимаю, то есть... Я, во-первых, процессы эти многие не понимаю. Я буду там выглядеть достаточно, мне кажется, глупо. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Ты сумасшедший. Ты реально сумасшедший. Я говорю, мне похуй. Я так чувствую. Хотя, кстати, я был не пьян, я был пьяный, кстати. Я выпил вина, и я был бухой, когда отвечал. Копейки, копейки. Совершенные копейки. Копейки. Ну это у меня вино дороже стоит, бутылка, блядь. Вино я любил очень хорошее пить. Ну потом начинается мрак. Просто я туда не ходил, в этот мрак. Он сейчас сам ко мне пришел. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Это санитарная авиация применялась и так далее. Ну, наверное, здесь до сих пор применять. Все. Вот так все, понимаешь, страдают все. Это и есть сила. Я уважаю, что они делают. Дай им Бог здоровья, спасибо за то, что они меня спасали. Если бы не они, я бы, конечно, не выжил. Они все там воры. Они все, ну так, понимаешь, это как звучит громко, вор. Ну, как воры, воры. Жулики, скажем так. Какие-то такие общие встречи, так сказать, там выпивали вино. Ко мне он домой приходил пару раз. Они реально хотят эту войну в массе своей. It's okay. Мне интересно поговорить с какими-то еще ребятами, с бизнеса, за вином. Про бизнес я поговорю, про экономику, да. Бог передо мной, а я в данной ситуации с Богом шутить не хочу. Потому что когда у меня 50% шансов выжить, с вероятностью в 50%, даже 40% ты умираешь. Вот что мне сейчас с собой сделать? Мне 34 года нашей дружбы, куда деть? Мне сказать, иди нахуй. Я больше года провел в боксах таких закрытых с иммунодефицитом. Более того, в соседней палате, вот это его, бля, слова, лежит у нас садовник сейчас. И он получает то же самое. Просто ты платишь за это деньги, а ему это бесплатно по страховке. Когда он заболел, блин, как я за него переживал. Каждый день, вот это он же, потому что он там идет по лестнице, шариты. А я лечился в Хелиос, это напротив, клиника. Я такой прям, блин, начал ходить, круто, круто. Вот эта часть, я был прям просто за него. И я от всего своего сердца желаю тебе здоровья и выжить. Виноваты ли мы? Да конечно мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Помазалось этим говном. Нас он помазал. Нету ничего, нету нормальных палат, нету транспортационных палат, нету центров, нету обученных нянечек, нету врачей, нету медикаментов, нету химиотерапии, нету доноров, нету ни-ху-я. Вот просто ни-ху-я. То есть, чтобы ты понимал, консенсус полный. И это очень пиздец. Он очень открытый, либеральный, какой-то классный. Я вот такого знаю, понимаешь. Ну я не могу от него отрекаться. Ну чего вы от меня хотите? Ну ты понимаешь, он все равно же не здоров, вот объективно. Он же не здоров. Я это написал, я так считаю, и это печально. И это было не просто смело, это было пиздец как смело. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok